Кто-то настоящий Лондонер? Син-ши-юн-хан-ли-кэ-бэн. Сон-о-студэн? Си, сон-о-дин-и-нё. Программа Lingafon Это программа Lingafon на 101FM. Это наша программа об иностранных языках. В студии Дарьи Тепузлеева, Ольга Балезина и преподаватель английского языка, директор лингвистического инновационного центра образования Наталья Гончарова. Добрый день. Hello, girls. Hi. How are you today? Well, ok. I get up at 7 o'clock, so I am really ok. Ольга and you, how are you today? I am a little late today, so I am ok too. Вот что мы уже научились говорить из-за предыдущей нашей программы. Рассказывать о том, во сколько встали, как мы опоздали или не опоздали на работу, и как нам от этого хорошо. Это сейчас мы разбираем простое настоящее время, известное как Present Simple. На прошлых занятиях мы уже познакомились с утвердительной формой, с отрицательной. Сегодня, я думаю, потихонечку начнем переходить к вопросам. Наталья, вот как в Present Simple задать вопрос? То есть вот я, например, встала в 7 часов, а встаю в 7 часов, а встаю в 7 часов. Если Оля хочет у меня спросить, встаю ли я в 7 часов. Здесь может быть, да, два варианта. Встаешь ли ты в 7 часов, или во сколько ты сегодня, во сколько ты вообще встаешь. То есть разберем сначала... То есть это разные типы вопроса. Это два разных типа вопроса, да, но мы пока зададим общий вопрос. Да, нет. Встаешь ты в 7 утра? А вообще-то это не встаешь, а просыпаешься тогда, получается, да? То есть мы в прошлый раз обсуждали wake up, get up. Что хотим знать-то, встаем или просыпаемся во сколько? Да, и встаем. По-русски, как принято. Get up. Окей. Do you get up at 7 a.m.? Yes, I get up at 7 a.m. А можно вообще коротко? Yes, I do. Yes, I do. То есть что мы сделали сейчас? Как мы сотворили этот вопрос? Мы с вами взяли вспомогательный глагол do, поставили его в начало предложения, и у нас получилось do you get up? А если, например, Даша захочет спросить у меня про Ольгу, во сколько же Ольга встает? Вернее, встает ли Ольга в 7 утра? Какой вспомогательный глагол возьмем? Здесь будет третье лицо единственного числа does. Does в начало предложения. Does Ольга get up at 7 o'clock? Right. То есть из get up мы убрали окончание s и перенесли его в вспомогательный глагол does. И по какой-то странной случайности я могу знать, что она, например, встает в 8, и я скажу no, she doesn't. She gets up at 8 in the morning. То есть, чтобы у нас получился вопрос, к нашему обычному предложению надо добавить еще одно слово, еще один глагол. Обязательно. Их будет два. Вспомогательный глагол do и does – это показатели времени present simple, и нам необходимо их поставить в начало предложения, чтобы задать вопрос. Это обязательное условие. А я не могу спросить? Get you up at 7 o'clock? Не можем, мы так спрашиваем. А что будет, если я так все-таки спрашиваю? Это такая совсем-совсем калька с русского языка. Встаешь ли ты? Ну, это грамматически неверно. Я думаю, что поймут, но грамматически мы будем звучать не очень красиво. Так, это получается у нас общий вопрос do, does. А если действительно нужно спросить, во сколько я встаю? Часто спрашиваем, во сколько ты встаешь? А во сколько ты идешь на обед? А во сколько ты вернешься домой? Да, вот какие-то такие вещи. У нас есть вопросительное слово when. Когда? Или what time? Буквально, да, в какое время. Соответственно, мы с вами эти вопросительные слова, давайте с when попробуем, поставим еще раньше, чем вспомогательный глагол. Получается, я спрашиваю, do you get up at 7? Тогда, чтобы нам спросить во сколько, when do you get up? То есть еще раньше я поставила. Просто мы добавляем. И ответ будет at 7 o'clock. И смотрите, какому слову вопрос задаем, его в предложении вопросительном не будет. Это будет наш ответ. Верно? Логично. So? Ну, давайте попробуем. Зададим вопрос. Во сколько ты завтракаешь? Даша, спроси у Ольги. Оля, when do you have breakfast? Могу ли я ответить не временем? Например, я завтракаю, когда я прихожу на работу. Это будет ответом? So I have breakfast when I come to work. Дарья, when do you have... А здесь можно логическое ударение. Vacations. А, окей, если не про завтрак, хорошо. Vacations. Вольная тема. Это выходные? Это, нет, это отпуск. Это вот vacations, это отпуск, не только каникулы, как у нас в школе учили. Каникулы, отпуск. I have my vacation in summer, например. I usually have my vacation. Vacations. Usually I usually have my vacations in spring. Yes. Весной. Обычно у меня отпуск весной. Окей. Ольга, what time do you finish work today? I finish work today at six o'clock. Окей. And what time does Дарья finish her work? А сейчас будет полезное слово, полезное предложение. Я не знаю. I don't know. Мне кажется, с этого вообще надо начинать изучение языка. I don't know. Или... Вот это, кстати, тут у нас опять отрицательная форма. Да. Вспомнить. I don't know, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста, вспомогательный глагол don't формирует отрицательное предложение. В present simple все правильно. Или чудесная фраза I don't speak English. Выручит. Никаких вопросов. Выручит в любой ситуации. Тут вот у нас опять же возникает момент с глаголом to be в вопросе. Да. То есть он, как у нас будет... Я опаздываю. Или там поставить вопрос. Are you tired? Мы задаем общий вопрос. Are you tired? I am late. Мы же не спрашиваем, когда ты опаздываешь. Ну, когда ты опаздываешь. По понедельникам и средам я обычно опаздываю. When are you late тогда? I am late on Mondays and Wednesdays. Может быть, и такой вариант, конечно. Ну, какой-то странный. Мы перешли к тому, как ставить вопрос с глаголом to be, когда у нас нет других глаголов в предложении. Если мы хотим общий вопрос задать, то мы просто выносим этот глагол to be, а помним формы, да? Am, is и are во времени present simple. Соответственно, мы выносим этот глагол на первое место в предложении. Меняем местами. Меняем местами. Получается, I am tired. Я устала. И я саму себя спрашиваю, я устала? Am I tired? Ну, так немножко странно, но чтобы продемонстрировать, как будет это выглядеть. А ты устала? Are you tired? А вот он устал? Is he tired? Вспомогательный глагол вынесли на первое место. Вот и всё. Нам здесь ничего другого добавлять не надо. Просто поменяли местами два слова. Ну, для примера давайте ещё скажем, шумные ли мы. Are you loud? Loud. Noisy. Noisy можно. Are you loud? Are you noisy? I am not noisy. But... Коллеги? Colleagues. Colleagues. But my colleagues are noisy. Это кто? Managers. У нас просто менеджеры по утрам устраивают зарядку в соседнем кабинете. В соседнем кабинете, а не под музыку. И это бывает иногда really noisy. А как сказать, что обычно менеджеры шумные? Our managers are usually noisy. Вот так. А как сказать, например, сотрудники эхо Москвы не шумят? Не шумные. А сотрудники как? Можно сказать co-workers, можно сказать my colleagues at the radio station? My colleagues at the radio station are not usually noisy, loud. Or loud, right? Это будет правда. Я думаю, это практически всегда. Потому что мы много и так говорим. Because we speak a lot every day. And sometimes we simply want to stay quiet. Right? Да. Иногда хочется помолчать. А есть ли вообще какое-то выражение... Ну нет, наверное, на обед-то все ходят. Какие-то вот перерывы, вот эти вот брейки. Как у нас есть вот... Мы можем сказать... Перешло, наверное, кофе-брейк. Это вообще рабочее выражение? Или это только из каких-то официальных мероприятий? Совершенно употребимое выражение. To have coffee break. To have lunch break. Перерыв на обед. Перерыв на кофе. И вообще, давайте-ка отдохнем, передохнем. Let's have a break. Давайте устроим 15 минут перерыва. Let's have 15 minutes break. Тоже можно употребить в ситуации рабочей. Или если, например, мы находимся на деловой встрече. В разных ситуациях это выражение уместно. Такая лексика благодатную почву в России имеет. Мы ее с удовольствием переняли и любим. Кстати, вот мы тут пытались повспоминать, что еще из английского языка в нашей офисной, в рабочей жизни употребляется. Вспомнили, что дресс-код, например, тоже используется в английском языке. Вебинар. Модное слово. Так и будет. Вебинар. И означает то же самое примерно, да? Да. Мне кажется, то же самое не ездит. Интернет-конференция, интернет-семинар, вебинар. Так и будет это слово. Оно совершенно калькировано, заимствовано из английского языка в нашу речь. Ресепшн, кулер. Кулер. Там есть два варианта. Это может быть либо water cooler, либо water dispenser. Два варианта. Ну, вполне уместные оба. То есть можно уже, например, рассказать о своем рабочем дне в офисе. Например, я. I usually come to work at 9 o'clock. Then I hear managers who are very noisy. Then we drink tea with Olya and use water from water cooler. Right. Все, давай дальше ты. Ну, а раз тема вопросов, надо еще какой-то вопрос к этому задать. А давайте мне будешь спрашивать, я буду отвечать. Мне так будет проще. Оля, спроси, пожалуйста, Дашу, в какое время ты приходишь на работу? When do you come at work? To work. To work. What time do you come to work? On Mondays and Thursdays I come to work at 9 o'clock. Да, если кто-то не помнит, эти странные слова, которые Даша использует, это дни недели. Мы изучали. Monday с понедельника, Thursday с четверги. On Wednesdays and Fridays I come to work at 8 o'clock. Это в среду и в пятницу я прихожу на работу в 8, и какой-то день недели я потеряла. Это вторник. Tuesday. А, Tuesday. Tuesday тоже. On Tuesday. А как, кстати, тоже to, да? To. В конец предложения. On Tuesday I come at work at 9 o'clock to. Смотрите, давайте еще момент to и at. Например, я сижу сейчас на работе, и мне звонят по телефону и спрашивают, ты где? Я им говорю, I'm at work. Я на работе, я в рабочем помещении своем нахожусь. To be at work – это находиться на работе, в прямом смысле этого слова, в своем кабинете, сидеть на стуле за столом. To be at work. Если я, например, иду в свой офис, и у меня звонит телефон, и меня спрашивают, ты где? Я иду на работу. Вот это будет предлог to. I go to work. То есть направление. Направление. Предлог движения. Направление – это предлог to. Если я уже сижу благополучно у себя в центре, я говорю, I'm at work. Это сочетается только со словом work, или, допустим, если мы используем офис, будет то же самое. Офис, cinema, theater. Куда вы идете? I go to the cinema, but I'm at the cinema. Я уже в кино. А мы бы сказали в in. Есть устойчивое выражение. At the cinema, at the theater, at the restaurant, at the cafe. То есть там будет предлог at. Это просто нужно запомнить. Это надо запоминать, да. Просто начинайте запоминать. To be at school. Например, I go to school. Я иду в школу ногами своими сейчас. Либо я уже в школе. I'm at school now. А как вы рекомендуете запоминать вот подобные вещи? Обклеивать холодильник бумажками, зубрить на ночь глядя, чтобы ночью снилось? Постоянно практиковать. Вот со студентами в школе, в центре мы все время практикуемся. Мы все время проговорим. А ты сейчас где? А ты сейчас что делаешь? Они друг другу могут писать сообщения. То есть постоянно находиться в языковой среде. Ну и таким образом легче запомнить. Конечно, не обходится без подстановочных упражнений, когда вот ты просто до автомата доводишь вот этот свой навык, где после какого слова. Ну, конечно, наша основная задача, чтобы они говорили. Поэтому не боимся, говорим, запоминаем. Какие-то вот сейчас даже, да, вот взяли слова. Cafe, restaurant, к примеру, theater, cinema, office, work. Вот взяли шесть слов. И запомнили, что когда я туда иду, это to. Когда я уже там, это at. Как сказать, Ольга, я сейчас на работе. Вот вы сидите уже на своем рабочем месте. I am at work now. Когда ты придешь на работу. When do you come to work? Да. То есть это процесс передвижения. По городу там, я не знаю, каким образом. А то есть если ты на работе сейчас, Оля, are you at work now? Скажу, что нет. Пошечу. Совру. No, I am not at work now. Я в кафе. I am in a cafe. Вот видишь, in. Ой, да. I am at the cafe. At. I am at the cafe. At. Прям вот at the cafe. Так неудобно. Находиться в помещении кафе, можно сказать in a cafe. Если я сейчас там уже опять же нахожусь. I am in a cafe. В конкретном кафе, в помещении кафе, можно сказать in a cafe. То есть если собеседуем в курсе, где ты есть, на самом деле. Предлоги – это вообще очень хитрая тема, на самом деле. И там больше исключений, чем правил. То есть не только, когда русскому языку учатся иностранцы, они страдают. Нам тоже. С ложкой. Нам тоже достается. А есть вообще в Великобритании понятие короткого рабочего дня? Да. Есть. Да, я напомню. В прошлый раз у нас где-то мелькнуло слово day off, которое обозначает выходной день. Буквально это можно перевести как день не. День не работы. Off с двумя f. Да, да, да. Вне дня, вне работы. Да. Нечто подобное. Off, как бы получается, off from work. То есть в единственном числе. Days of, если, например, два дня. То есть вот если у меня на этой неделе нет, например, выходных, я скажу, что this week I don't have days of. Верно. То есть у меня на этой неделе нет. Помните, I have no days of. Да, 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 я вот тоже такую конструкцию. This week I have no days of. Слово no, да, как и never, мы с вами тогда это говорили в прошлый раз, что эти слова, они уже формируют отрицание. Нам можно не употреблять вспомогательный глагол don't. I don't have days of, but I have no days of. Можно и так и так. Оля, and do you have days of this week? I have two days of this week. I can't live without it. Оля не может жить без выходных, поэтому у нее выходные в субботу и воскресенье. А как сказать, у тебя повезло? You are lucky? Yes, you are lucky. Или lucky you are, везет же тебе. Lucky you are. Это такая разговорная фраза. Lucky you are, happy you are. Ну и счастлива же ты, если в буквальном смысле. Lucky you are. Where do you go? Нет, или как сказать, куда ты обычно ходишь по выходным? Where do you go on weekend? Where do you go on weekend? I usually go shopping in weekend. А еще слово давайте, shopping, хорошо скажем. Инговый суффикс вот этот вот, который есть, да? Он отправляется в нос. То есть как будто бы, представьте, что у вас насморк, или вы где-то во Франции и слышите, да, вот этот вот звук. Звук, который отправляется непосредственно вот в переносицу. Получается shopping, shopping, нг, там нет такого, да, то есть полностью эти звуки не произносятся. Чти как шопить. Shopping. Ну, а вот тогда, раз мы к звукам привязались, геу Дарья произносит как геу, а в шопинге все-таки там немножко по-другому звучит о. А потому что в слове геу у нас с вами открытый слог, и буква эу звучит как эу, а в слове шопинг буква эу стоит в закрытом слоге, и она будет звучать по правилам английского произношения как о. Это вообще разные звуки, Оля. Тема фонетики открытых и закрытых слогов мы тоже можем как-нибудь обсудить. Давайте лучше про короткий день. Да, короткий день, рабочий, просто, совершенно просто. A short day. We are going to have a short day today. Short day. Short day. Short, короткий. Это всегда пятница, или они сами себе назначают, как там устроено? Usually before, well, some holiday. Bank holidays, это государственные праздники. On the eve of bank holidays, накануне каких-то праздников. А много у них вообще этих государственных праздников? Нет, у нас больше всего. Мы отдыхаем больше всего. Luffy we are. Yes, really. Lazy we are. А, кстати, вот про lazy. Есть, возможно, какие-то идиомы, которые используются по отношению к офисным работникам, которые ленивые или, наоборот, очень хорошо работают? Мне приходит на ум to be as busy as a bee. Трудиться как пчела, да, то есть очень усердно работать. Да, со школы, кстати. To be as busy as a bee. To be as busy. А, то есть быть занятым как пчела. Да, to be as busy as a bee. Ну, это мы инфинитив с вами сказали, быть, да? А если в речи употребить это выражение? Ольга занята вечно на работе, как это сказать? Ольга often... Ольга is often busy as a bee at work. Потеряла. Да, одно «с» потеряла. Ольга is as busy as a bee at work. Да. Ну, или можно at work не употреблять, понятно. Ну, хотя непонятно, может быть, она и вне рабочего дня, да, занята. Тоже как bee. Напоминает анекдот, который у нас где-то даже на стене записан. Как звучит заказ двух чашек чая по телефону в 22-й номер. Ту-ти-ту-ту. Ту-ту-ту. Вопрос о профессиях, да? То есть то, что еще в школе всегда учат, кто ты по профессии. Всем учаются. Вот смотрите, кем вы работаете? What are you? What are you? Кто ты? А, ну вот почему это всегда странно казалось. Да, да, да. Кто ты? I'm a teacher. I'm a journalist. Yes. And what are you, Ольга? I'm a journalist. Я переводчик. Вы... Interpreter. Interpreter. I'm... Кто еще? Домохозяйка. Housewife. Доможена. А корректно такой вопрос вообще задать при знакомстве? Корректно. Традиционно, когда люди начинают представляться, они уже как-то сами произносят, как их зовут и кто они. То есть, for example, I am Natalie and I am a teacher and I work in the linguistic center. Это часть этикета представится с профессией. Да, да. Но если, например, не прозвучало от собеседника, кто вы по профессии, кто они по профессии, можно спросить, and what are you? Или еще есть хорошее выражение, кто ты по профессии? What's your profession? Тоже очень просто можно. Чем ты занимаешься? What's your occupation? То есть, что ты делаешь по жизни? Occupy – это быть занятым. Occupation – занятие. А можно еще спросить... А можно еще секундочку? What's – это what is? Ну, мы сокращаем what's. Можно еще спросить, what do you do for a living? For a living – на жизнь. То есть, что ты делаешь, чтобы заработать на свою жизнь? Есть такой вопрос. Да, отвечать так не обязательно. What do you do for a living? Well, I'm a teacher. Ага, то есть, мне не нужно говорить, что... На жизнь я зарабатываю учительством. Не-не-не-не-не, это уже совсем будет... Даже я не знаю, наверное, нигде не пишут так. Ни в какой письменной речи такого нет. Вот просто называем профессию и все. Потому что мы знаем, что этот вопрос... What are you? What are you doing for a living? What's your profession? What's your occupation? Это все связано с профессией. И, соответственно, мы отвечаем на этот вопрос, называя свою профессию. А если сказать, что я временно не работаю? А безработный, кстати, как? Unemployed. Unemployed. Слово такое. Employed – нанимать на работу. Employed – нанятый на работу. Unemployed – ненанятый на работу. Соответственно, безработный. Или I don't work at the moment. I'm not working at the moment. Можно разными способами. В поисках себя. I'm searching for the job. Например, я ищу работу. Кстати, разница между работой. Мы привыкли с вами по-русски говорить «работа». И там, и там. В ситуации, что вот моя работа – это учить детей, например, и я иду на работу. То есть какое-то абстрактное слово. То есть я не отдыхаю, а работаю. У них это два разных слова. Work – I'm at work – я на работе, а не дома, например, или не в кафе. Что-то делать для того, чтобы заработать на жизнь. И та работа, которую я выполняю и зарабатываю деньги – это job. И вот есть парочка хороших примеров. То есть, грубо говоря, будет «I'm a journalist, but my job is to write to work». Вот как-то так, да, если разграничить? «I work at the radio station, and my job is journalist». А можно ли сказать «я должен закончить, допустим, мою работу?» «I must finish my work». «I must finish my work», то есть процесс рабочий закончить необходимо. Это будет work. «Job» – это то, за что вы получаете деньги. «За work». Нет, разве? «Job» – это то, за что вы получаете деньги. «За work». Грань очень тонка. Очень, да. Не путайте призвания и то, за что вы получаете деньги. Я думаю, сейчас мы уже достаточно изучили Present Simple, поэтому можно уже, наверное, что-нибудь рассказать о себе. Окей. Оля, ты будешь первой? Я расскажу про себя. Ну, как твой день? А я тебе буду иногда задавать вопросы. Верно. А давайте я помечтаю, можно? Давай. Как будто бы ты не журналист. И живу не в Кирове, и в банке. Где у меня очень много всего лежит. «I wake up at... в полдень». «Midday». «I wake up at midday every day». Нормально? Нормально. Нормально. Оля просыпается в полдень каждый день. Это нормально. «I get up at one o'clock. Then I go to the bathroom». Вы можете позавидовать жителей Европы. «I go to the bathroom and I have a bathroom or I take a bathroom». Да? «Принимать-принимать». «Или take a bath». «Take a bath». «I take a bath for one hour, so at two or three I'm ready to go out». Помогите мне придумать, куда я иду в три часа. Вся такая красивая. «Shopping». «Or maybe having, I don't know, breakfast, lunch or brunch or what? What is it?» «I go to have a late breakfast in my restaurant. My restaurant. Sweet dreams. What do you have for the breakfast? Что едят в Великобритании, скажем? Eggs. Яйца. Кашку. Cereal. Porridge. Porridge. Cereals. Maybe cornflakes with milk. Maybe English breakfast. Bacon and eggs. Это бекон, яйца. Toast. Я придерживаю живую здорового образа жизни и ем кашу. I eat porridge because I lead healthy life. Lead вести. Lead healthy life. А ЗОЖ у них есть какой-то случай? Healthy lifestyle. Healthy life. Очень сложно произнести. Healthy lifestyle. Это здоровый образ жизни в прямом переводе. So I lead healthy lifestyle and I take porridge. in my restaurant. And at what time... Жизнь олигарха. And at what time, Оля, do you go to bed? I go to bed after having breakfast in my restaurant. А дневной сон, кстати, бывает. Midday nap. Napping. Это дремать. Ты встала в 12 в час дня. Ты хочешь еще поспать после каши. Очень много. Кстати, дневной, да? Nap. Nap. Это прям слово такое? Nap. N-A-P пишется. Куда я не встречалась? Napping. Спать. Это для детей или в садике. Для всех. I dream about napping. About nap. Я мечтаю о дневном отдыхе. So I have... Я рассказывала про то, как я замечательно вечером куда-нибудь иду. How do you spend your evening? Давайте запомним, обратим внимание на этот хороший вопрос. How do you spend your evening? Как вы проводите вечер? Ну, или день. How do you spend your day? Every evening, I go with my friends to spa. Are you friends... Как олигарх? Millionaires. Are you friends millionaires too? I pay for my friends. I pay for my friends. I pay for my friends. We go to spa. Оля is my friend. Куда еще можно пойти? На вечеринку. We go clubbing. Clubbing. Это прям... Пойти на вечеринку. Клубиться. Да. Clubbing. Or to go out for a party, например. We go out for a party in my club. Near my restaurant. And at three o'clock... Три часа утра. Three a.m. Three a.m. I come back to my... Очень мягкую кровать. Soft bed. To my soft bed. Когда-нибудь, может быть, это случится. One day, I hope it comes true. Когда-нибудь, возможно, это случится. А мы с вами встретимся совсем скоро. На следующей неделе. На следующей неделе, кстати, мы уже начнем изучать будущее время. Поэтому узнаем, что там будет в будущем. А это была программа Lingofon на 101FM. В студии работала Дарья Топузлиева, Ольга Балезина и преподаватель английского языка, директор лингвистического инновационного центра образования Наталья Гончарова. See you. Bye. Bye. Мечтайте и разговаривайте. Программа Lingofon.